Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Найди себя на ярмарке-вакансии. Анапские школьники с помощью тестирования психологов выбирают будущую профессию. Доплыть до победы. Воспитанники спортивной школы «Виктория» настроены занять призовые места в краевых соревнованиях. Профессиональный праздник мам. Сегодня в Анапе чествовали тех, кто дарит жизнь и самую бескорыстную любовь на свете. Глава Анапы Юрий Поляков вернулся из командировки в Сочи, где принимал участие в одном из главных событий года для санаторно-курортной и туристической сферы – Международном форуме СИВ-2017. Для участников со всей страны он стал платформой для обмена опытом и профессиональной дискуссией по актуальным проблемам отрасли. Среди участников международного форума – руководители ведущих санаториев, лучшие ательеры и туроператоры Анапы. Для них отдых миллионов гостей, приезжающих в наш город – это напряженная работа. Делать курорты Краснодарского края лучше мы можем только все вместе. Не делясь на того, кто это будет делать, не будет делать, чья это компетенция, чья это прерогатива или ответственность. И туроператоры, и представители власти, и представители санаторно-курортного комплекса мы все вместе можем сделать наши курорты лучшими в мире. У нас для этого есть все возможности. Одна из таких возможностей, а точнее главное преимущество черноморских курортов – это сильнейшая медицинская база. Лечебный туризм должен стать для нас точкой роста, особенно в межсезонье. Я хотел бы особенно отметить Краснодарский край, который активно включился в эту работу. Так, порядка 40 санаториев и больнелечебниц с октября по апрель предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Тем самым мы создаем условия для того, чтобы все слои нашего населения, имеющие разный уровень достатка, могли бы отдохнуть на море, получить лечение. Развитие внутреннего туризма – еще один приоритет для руководителей курортных городов. В этом году на Кубани отдохнули около 16 миллионов человек. И это больше, чем общее количество россиян, поехавших за границу. В борьбе за туриста акцент надо делать на инфраструктуру и сервис. Вы, как мэр, хотите получить из города Анапы или мировой курорт, а для этого есть все возможности, или спальный район какого-то крупного города. Здесь вот это регулирование находится в ваших руках. Любого курортного мэра, как Анатолия Николаевича, как и вы, как и глава Гержака, и МОПСЭ тоже у нас, и Азовское побережье. То есть курорт нужно делать, курорт нужно делать. И где-то на самом деле может быть и убеждать бизнес, что не только хорошая прибыль при строительстве домов, а еще есть и прибыль, конечно, от курорта как бизнес. Анапчане вернутся с форума с новыми идеями, новыми деловыми контактами и, главное, стремлением совершенствоваться в своем деле, чтобы сохранить привлекательность курорта для миллионов гостей. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Сочи. Выбери будущее сегодня. Ярмарка учебных мест прошла в Центре культуры Родина. Анапские школьники смогли пройти исследование с помощью специалистов уникального мобильного центра тестирования. Как определиться школьникам с выбором профессии узнала наша съемочная группа. Каждый выбирает будущее сам. Современные школьники все чаще уже в выпускных классах задумываются о выборе профессии. Эта ярмарка не стала исключением. Почти 600 учеников посетили мероприятия. Свои выставочные стенды представили 20 учебных заведений из Новороссийска, Темрюка, Славянска-на-Кубани и Анапы. Многие дети уже знают, куда хотят поступать. Если вдруг они еще не знают, они могут пойти в наш мобильный центр занятости, пройти тестирование, и психолог, профконсультант поможет им определиться с выбором профессии. И сразу на месте уже можно подобрать для себя, где именно на эту профессию обучают. Мобильный центр тестирования расположился здесь же на театральной площади. Этот микроавтобус – настоящая передвижная лаборатория, в которой работают сразу два педагога-психолога. Они помогают ребятам, которые не могут определиться с выбором будущей профессии. По результатам тестирования школьники получают подробные рекомендации, на что им стоит обратить внимание. Сегодня за помощью к специалистам обратилось порядка 40 человек. Вполне можешь реализовать себя в художественной сфере, если ты об этом задумывалась. Поэтому это очень у тебя хорошо получится. Вот здесь профессии указаны, которые можно обратить внимание в УЗИ или в СУЗИ. Это профориентационная услуга, которую оказывает центр занятости. Заключается она в том, что ребята отвечают на вопросы теста по профориентации, тесты Климова и определяется та сфера деятельности, которая наиболее всего подходит по их психотипу. Для чего это нужно? Для того, чтобы правильно выбрать ту профессию, которой они будут заниматься в будущем. Впрочем, многие посетители выставки вполне осознанно уже выбрали будущую профессию. Анастасия Прокопенко решила посвятить себя не женской работе – военной службе. Мне это очень интересует. У меня родители тоже военные. Я хочу пойти по их стопам. Кроме возможности выбрать профессию, ребята смогли принять участие в антинаркотической акции «Меняю сигарету на конфету». Ее организаторами выступил Анапский центр обслуживания населения. Молодежь достаточно активна. Очень многие молодые люди принимают с радостью участие в акции. Здесь можно заметить, что очень много уже сигарет у нас накопилось. Люди обменивают сигареты на конфеты. Они хотят быть более здоровыми. Для тех же, кто не успел посетить ярмарку, специалисты центра занятости приглашают на индивидуальные консультации по адресу. Анапа, улица Калинина, 12А. Руслан Душевский, Анапа-регион. Сегодня в городе-курорте состоялась 22-я конференция Анапского местного отделения партии «Единая Россия». Делегаты 75 первичных отделений «Единой России» в Анапе собрались на 22-й внутрипартийной конференции, чтобы общим решением внести изменения в состав Политсовета. Тайным голосованием единороссы избрали нового секретаря Анапского местного отделения. Им стал глава города-курорта Юрий Поляков. Его заместителем по партийной работе избран вице-мэр Валерий Королёв. При рассмотрении третьего вопроса повестки дня Анапские единороссы определились со списком делегатов на 29-ю конференцию Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдет в краевой столице 7 декабря. Инициатива общественников помогла решить многолетнюю проблему микрорайона 3Б. Заброшенный и заросший участок, который расположился прямо посередине жилой застройки, совместными усилиями привели в порядок. На субботник, несмотря на плохую погоду, вышло более полутора сотен человек. Среди них были и сотрудники нашей телерадиокомпании. Долгое время этот пустырь местные жители старались обходить стороной. Особенно в ночное время активисты территориального общественного самоуправления микрорайона взяли ситуацию под свой контроль. На собрании было принято решение заброшенный участок привести в порядок. Инициативу поддержали и коммунальные службы города. На территории нашего южного микрорайона эта территория вечно заброшена. Здесь мусор, амброзия растет. Дети в школу ходят здесь. Играться негде. Сделали объявление, заказали машины для мусора. И вооружили всех откликнувшихся на призыв рабочим инструментом и мусорными пакетами. К уборке помимо местных жителей присоединились и учащиеся седьмой школы. Говорят, что не могли остаться в стороне. Так как мы живем в этом городе и гуляем по этому городу, именно поэтому для нас важна чистота там, где мы гуляем, проводим время. На субботник вышли и работники предприятий, которые расположены на территории микрорайона. Сотрудники нашей телерадиокомпании поддержали эту инициативу и словом, и делом. Я считаю, что очень важно в понимании навести порядок дома не ограничиваться только порогом квартиры. Ведь мы живем в этом городе, ходим по этим дворам, ходим по этим улицам. Вот наши сотрудники, они каждый день, наверное, большую часть жизни проводят на работе. Конечно, мы все вышли сегодня убрать, навести чистоту в нашем доме в том числе. Следующий массовый субботник планируется провести в начале весны. С местом пока не определились, но организаторы уверены, состав желающих навести порядок в своем микрорайоне значительно увеличится. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Трое анапчан из группы адаптивного плавания детско-юношеско-спортивной школы «Виктория» готовятся к главным краевым соревнованиям. Ребята надеются подняться на пьедестал и вместе с тренером делают для этого все возможное. В активе спортсменов уже есть ощутимые достижения, желающих попасть на занятия больше, чем мест. Поэтому в руководстве спортшколы планируют расширить группу до отделения. Последняя тренировка перед выездом. Тренер Ольга Матвеева. Группу адаптивного плавания она ведет около пяти лет. Окончила Уральскую академию физической культуры, затем специальные курсы в Краснодаре. Необходимо знать массу нюансов. К каждому, кто приходит, требуется индивидуальный подход. В группе занимаются 16 юных анапчан. Трое из них отправятся на краевую спартакиаду. Сегодня упор делается на технику. Перед соревнованиями за несколько дней мы, наоборот, снижаем нагрузку и акцент делаем на старты, на провороты и на прохождение дистанции, чтобы меньше было ошибок. Ребята готовы. У них дистанции они будут проходить те, которые много раз проходили на тренировке. Дмитрий Нестеров из города Лесной, Свердловской области. Плаванием занимается 7 лет. Два из них в Виктории. В группу пришел со вторым юношеским разрядом. Сейчас у него второй взрослый. Год назад дебютировал на чемпионате страны. Занял 16 место. Но считает, что это далеко не предел и намерен вновь побороться за путевку. В группе еще два разрядника с третьим юношеским. По словам тренера, есть вероятность, что по итогам соревнований появится еще один. А команда вернется с трофеями. Уровень анапчан специалисты оценивают достаточно высоко. Воспитанница Виктории Анастасия Шевченко в юношеской сборной России. Сегодня желающих заниматься адаптивным плаванием значительно больше, чем мест. В спортивной школе работают над тем, чтобы увеличить их число в два-три раза, расширив группу до отделения. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа Реон. И о главном торжественном событии. Сегодня в городском театре праздновали День матери. В праздничном концерте приняли участие артисты и коллективы города-курорта. Со сцены призвали согреть сердца всех матерей любовью. Именно они сегодня были в зале. Те, кто с первых дней окружает детей любовью, создает уют в доме и является неиссякаемым источником доброты. Каждая мама переживает за своего ребенка, за какие-то достижения, переживает, когда он что-то не сделал. Я что хочу сказать, дорогие Нопчанки, от всей души поздравляю вас со Всероссийским праздником, День матери. Вам удачи, тепла. Хочу сказать терпение вам, потому что наши дети, они лучше всех. Всего вам самого хорошего. Удачи, здоровья. Один из ключевых моментов вечера – матерям, чьи дети не вернулись из горячих точек, вручили цветы с благодарностью и заверением, что Нопчане всегда будут помнить их материнский подвиг наравне с подвигом их сыновей. Позвоните маме в это воскресенье и скажите спасибо. С таким напутствием обратились к юным Нопчанам, организаторам встречи, которая прошла в Центральной библиотеке ко Дню матери. Говорили в том числе о духовно-нравственной стороне отношений детей и родителей, а также о том, какие мамы были у кубанских казаков сто лет назад и больше. Мама – это и повар, и доктор, и портной, и первый учитель. Все это вспоминали и перечисляли вместе с юными Нопчанами. С ними же рассуждали, насколько важно после того, как вырастешь, создашь семью, помнить о том, кто помогал делать самые первые шаги в жизни. У Оксаны Штефан двое детей. Она преподаватель истории и культуры кубанского казачества в 12-й школе. Такая встреча интересна ей, в том числе и как педагогу. В такие дни мы чуть больше уделяем внимание каким-то важным вещам, очень важным вещам в нашей жизни. И очень приятно, что сегодня о маме прозвучало очень много важного и нужного. Я думаю, что в сердце каждого ребятеночка, который сегодня в диалоге работал вместе с нами, мы немножко достучались. И что все-таки в день, когда нужно поздравить маму, они вспомнят не только о своей маме в этот день, а вспоминать об этом будут всегда. Насколько это дорогое слово. В Кубанской губернии именно на женщины-матерей ложилась вся тяжесть ведения домашнего хозяйства, когда мужчины уходили на войну. У казаков и православных верующих мам принято поздравлять в день введения во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря дьякон Илья Карпенко напомнил, что одна из десяти заповедей о почитании родителей. Все собравшиеся не только получили положительные эмоции, но и, думается, хочется верить, что и полезные, и правильные мысли, которые можно применить. Разговор был о том, как стать мамочками, как готовиться к материнству, какие важные семейные, традиционные казачьи, русские, православные, христианские ценности заключаются в слове материнства. Это рисунки третиклассников из школы номер 6, специально к празднику. День матери в той или иной форме есть в большинстве стран мира. Как правило, в этот день мам освобождают от привычной домашней рутины, дарят подарки, сделанные своими руками, но главное – это не ограничиваться одним днем, например, в собственный день рождения, не забыть поздравить маму, потому что это и ее праздник тоже. Александр Ребекко, Анапа-регион, при техническом содействии Центральной библиотеки города-курорта Анапа. Дарить любовь и заботу не только своим детям, но и окружающим – философия жизни заведующей городской поликлиникой Елены Паркиной. Женщина-мать, профессионал своего дела, душевный и отзывчивый человек. Любое дело, за которое она берется, обречено на успех. В этом убедились наши корреспонденты. Ее рабочий день начинается в 8 утра. И едва надев халат, она уже ставит задачи персоналу или решает проблемы пациентов. А их всегда хватает. В городскую поликлинику за помощью обращаются до 900 человек в день. И у многих возникают вопросы, за ответами на которые они идут к заведующей. А двери этого кабинета всегда открыты. И неважно, приемный день или нет. Всегда, пока я на месте, всегда не ограничивается доступ для пациентов. То есть мы всегда готовы выслушать людей, что они говорят, чем они довольны или недовольны. Елена Паркина – врач в четвертом поколении. Отличница медицинского вуза. Она всегда мечтала быть врачом. Но не просто врачом, а одним из лучших. И у нее это получилось. Придя в поликлинику Анапы участковым терапевтом, она сразу завоевала любовь анапчан. К ней на прием стали записываться пациенты даже с других участков. Слава о чутком и отзывчивом докторе дошла и до руководства города. В 2011 году Елене Александровне предложили возглавить амбулаторию Станицы Анапская. Конечно, это был большой кредит доверия. Но у нее получилось его оправдать. Пока я работала в амбулатории номер один, мы открыли дневной стационар. На три коечки, небольшой, но очень нужный для населения. Появились там узкие специалисты, появился кардиолог, появился эндокринолог. Достаточно большая работа проведена, но опять же, это не только мои заслуги, а заслуги всего коллектива, который там работает. С коллективом повезло и в городской поликлинике, заведующей которой ее назначают в 2015 году. Елена Александровна признается, если бы ненадежные старшие товарищи и коллеги, всегда готовые подставить плечо и помочь советам, она бы не справилась. А они, в свою очередь, говорят, скромничает ей под силу любые задачи, ведь руководитель она, как и врач, от Бога. Молодой, энергичный, небезразличный руководитель. Ее взгляд всегда устремлен вперед. Она не дает никому среди своих подчиненных сидеть на месте спокойно. Мы постоянно вместе что-то меняем в работе городской поликлиники, в работе амбураторной службы. Я думаю, что многие видят, что с приходом на должность моего заместителя в поликлинике начались перемены. Замечательный руководитель. Вот сколько она у нас работает, могу сказать, только хорошая. Молодой специалист, умница, порядочная, очень высокоинтеллигентный человек. Большой профессионал, как терапевт и как руководитель поликлиники. За ее пребывание в этой должности в поликлинике очень много было сделано. А сделано и правда немало. Вновь открыт дневной стационар, отремонтировано, оборудовано и приведено к современным требованиям хирургическое отделение, а также терапевтическое отделение и инфекционный блок. Конечно же, одно из главных достижений – электронная регистратура, отвечающая современным запросам и требованиям, в том числе и маломобильных граждан. Пациенты довольны, время ожидания в очереди сократилось в разы. При Елене Паркиной медицина стала ближе и к жителям спальных районов. В третьем микрорайоне заработал филиал поликлиники, а в 12-м открылся офис врача общей практики. В подчинении у молодого руководителя порядка 200 человек. При Елене Паркиной удалось решить и проблему нехватки кадров путем привлечения молодых специалистов. Забота о людях – ее главное призвание. Елена Паркина помнит каждого своего пациента, его историю болезни и выздоровления. По-настоящему сопереживает и искренне хочет помочь каждому. Мою жену лечила много лет. И меня лечит хороший-хороший доктор. Доктор от души, от Бога. Честно скажу, что она так мила, хорошо, вежлива. Я это приняла и сказала все подробно. Несмотря на активную профессиональную деятельность, Елена Александровна успела выполнить и главное предназначение женщины. Она – многодетная мама. И для нее семья не только не помеха карьере, но и главная движущая сила. В нашем продолжении наша сила. Так же, как и в наших корнях, в наших родителях, бабушках, дедушках, зная свою историю, мы становимся сильнее. Так же и видя, как растут и становятся на ноги наши дети, мы от этого становимся сильнее. И от этого хочется еще больше жить, двигаться вперед. Все ради них. Все ради детей, ради семьи и для того, чтобы они были счастливы. Это Вячеслав, средний сын. Старший Дмитрий учится в Кодесском училище Новороссийска. Младшему Алексею всего полтора года. Справляться помогает бабушка. Любящая жена и заботливая мама всегда находит время для семьи. Будто в ее сутках больше, чем 24 часа. Они любят кататься на велосипедах, часто выезжают на природу. Предпочитают активный отдых. Каждый день Елена Паркина личным примером показывает, как можно все успевать, не отодвигая ничего важного на второй план. Ведь работа и семья – это две параллели. Они не могут пересекаться, но и та, и другая должны стремиться к максимуму. Ольга Родина, Руслан Душевский, Александр Кореневский, Анапа-регион. И в завершение в нашей традиционной рубрике «Опрос» мы поговорили о мамах и бабушках с самыми маленькими новчанами, побывав в детском саду номер 18 «Виктория». Какими малыши видят своих мам и какие слова хотят сказать в главный праздник? Им слово. Мама – это родная твоя. Это она создала тебя. Она создала твою семью. Это моя мама, которая меня очень любит. Это тот, кто выращивал у тебя до самых первых дней жизни. Если бы мамы не было, дети бы не рождались. Она красивая и девчонка. Мама никогда не забудет о детях. Она даже, когда будет на работе, она все равно будет о нас помнить. Работать. Она должна уметь готовить и убирать. Выращивать и помогать найти общий язык с миром. Покупать подарки. Ну, должна с папой танцевать. Указывать за детьми. Готовить обед. Тоже девочка, но она усталая девочка. Она печет пироги. Она такая же, как мама, только немножко другая. Бабушка ничем не отличается. Она тоже так же кушать готовит, ухаживает за нами. Бабушка, она родила маму. Дети не могут без мамы. Кто же будет готовить? Кто будет убирать? Кто их будет забирать из садика? Чтоб я не потерялся. Никак без мамы не могут. Чтоб дети не оставались голодные без еды. Я забыла. Она нам готовит кушать, а мы же не можем еще. Мы можем обож... 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 Обожаться... Если не будет мамы, то и детей не будет. Моя мама самая лучшая. Она во всем мне помогает. А папа занимается другими делами. Она красивая. А мама моя, овочка моя, добрая и очень вкусно готовит. Любимая, добрая, хорошая. Мамочка, я тебя люблю. Мама, спасибо тебе за все. Моя самая любимая. Мама, я тебя обожаю. Мама, поздравляю с днем матери. Мамочка, с пластиком. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследование, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.